День открытий. Сегодня в Новочебоксарске многодетные семьи отметили новоселье, а воспитанники спортивной школы испытали современный стадион. Накануне дня рождения города-спутника здесь даны новые объекты. Дмитрий Ковалев продолжит. Не забывая о давних традициях, счастливые новоселы приходят на праздник вместе с домашним питомцем. Правда, переступить порог кошка решается не сразу. Но стать героем теленовостей животному все-таки пришлось. Ведь поздравить новоиспеченных хозяев лично приехали не только градоначальники, но и глава региона. Накануне дня рождения города квартиры в этом доме получили две многодетные семьи. Супруги Аверкиевы переехали в Чуашию из Удмуртии пять лет назад. Все это время им приходилось снимать жилье. Конечно, очень тяжело снимать квартиру с седьмью детьми. И я думаю, это очень большая радость для нашей семьи. И деньги, которые будут оставаться в семейном бюджете, дети подрастают, идут учиться, расходы растут. Это очень большая поддержка. Большому и дружному семейству вручили ключи сразу от двух благоустроенных квартир. Теперь тесниться не придется, своя комната будет у каждого ребенка. Мебель сюда намерены привезти в самое ближайшее время. Девочки в семье их пятеро твердо решили, что будут проживать на втором этаже. Ну, я думаю, что с девочками поделимся. Наверное, будем в той квартире, да. А здесь все остальные. Некоторые семьи боятся. У меня даже мои же друзья говорят, как в такой большой семье. Это наоборот очень здорово. Мы постоянно время проводим вместе. Очень рады, что вообще есть друг у друга. Вообще, отметил Михаил Игнатьев, самый молодой город республики развивается на глазах. Скоро в Новочебоксарске появится новое производство, а вместе с ним и рабочие места. Это производство эко-клинкерной плитки. Это испанцы совместно с нашими предпринимателями организовали это производство. Практически аналогов в Российской Федерации нет. Все государственные программы на уровне Российской Федерации, на уровне Чувашской Республики, направлены на стимулирование, прежде всего, рождения детей. Это тоже подарок для новочебоксарской молодежи. Современный стадион в городе Спутники построили в рамках федеральной программы развития футбола. Новое поле с искусственным газоном станет хорошей тренировочной площадкой для воспитанников местной спортивной школы. Здесь обучаются более 300 детей, и большинство из них увлекаются футболом. В спортивном зале ребята тренируются только зимой. До наступления холодов юные футболисты гоняют мяч на уличных полях. Современный стадион для воспитанников школы – долгожданная мечта. Она сбылась. Теперь от ребят ждут больших побед. Это первый стадион Новочебоксарский, такого класса. Большой стадион имени Николаева у нас с естественным покрытием, с настоящим газоном. А это искусственно, оно нужно круглый год, на нем можно тренироваться. Вода уходит, хороший дренаж. Новый стадион одними из первых испытали футбольные команды спортивной школы. Сегодня здесь был проведен товарищеский матч, а выходные на новой площадке дадут массовый старт кросса нации. Еще один подарок юные футболисты получили на долгую память. Мяч с автографом главы республики они пообещали поставить на самое видное место. Митрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.